Начнем мы с диких волков, тех самых хищников, чей вой боятся услышать многие. Ведь это не просто случайный звук, а полноценная коммуникация между животными. Так они общаются, докладывают о своем местоположении и, вероятно, обсуждают планы на будущее. Ну, или выясняют, что родители принесут им на завтрак сегодня. Вполне вероятно, что последнее – это как раз тема для обсуждения между этими малютками. Я и не знал, что волки бывают настолько хорошенькими. Главное в этом деле не заиграться и не забыть о том, в кого они превратятся уже через считанные годы. Все-таки перед нами самый крупный представитель семейства псовых. Кстати, если кто не знал, размер волков напрямую зависит от климата, в котором они живут. Чем холоднее, тем крупнее особь. А еще, уже вне зависимости от габаритов, эти хищники обладают потрясающим обонянием. Путем экспериментов было установлено, что волки могут почувствовать добычу на расстоянии в 3 километра. Волчий нос в 14 раз больше человеческого, а обоняние у волков в 100 раз лучше, чем у людей. Специалисты предполагают, что они умеют различать порядка 200 миллионов оттенков запаха. Для понимания, мы с вами умеем чувствовать лишь 5 миллионов. Многих животных просто невозможно узнать, когда они вырастают из малышей во взрослую особь. Так, например, этот малыш черного комодского варана вырос до невероятных размеров. Просто потрясающе! Давайте продолжим тему огромных собак и посмотрим на тибетского мастифа. Уже по традициям, сперва мы взглянем на него в малом возрасте, и эта собака не станет исключением из правила. Она все такая же милая и сладенькая, как и все остальные юнцы. Это не тибетский мастиф, а какой-то пушистый комочек счастья, что переваливается с лапки на лапку и аккуратно идет по дороге в компании такого же красавчика. В этот момент многие незнающие люди готовы потратить все свои деньги, лишь бы купить его себе, обнимать каждый день, кормить, ухаживать и, конечно же, делать селфи. Вот только, надеюсь, они будут осведомлены тем, в кого тот кроха вырастет уже через пару лет. Он станет собакой, которая не помещается в клетку. Если честно, когда я впервые увидел этот фрагмент, я подумал, что перед нами наглый монтаж. Однако, когда я опустился в комментарии и понял, что это не так, я потерял дар речи. Оказывается, тибетские мастифы реально могут вырастать до таких исполинских размеров. Это никакой не маркетинговый трюк. Видимо, не просто так люди из древности ценили этих собак, как никого другого. В них выделяли природную силу и мощь, причем как физическую, так и ментальную. Даже лай тибетского мастифа считается уникальным и высокоценным признаком породы. Хотели бы себе такую собаку? Напишите в комментариях. Ну а мы пойдем дальше, ведь здесь нас уже заждалась маленькая обезьянка. Самки горилл рождают таких красавчиков раз в 3-5 лет и держат рядом с собой, охраняя, как зеницу ока. Обычно такой кроха остается с матерью до появления следующего детеныша. Вы, наверное, подумаете, но как же горилла будет выживать одна, когда ей придется покинуть родной дом и учиться выживать без помощи остальных? Что ж, просто посмотрите на взрослого примата и поймайте себя на мысли, что он по-любому сможет за себя постоять. Это не обезьяна, а настоящая гора из мышц, которая с неимоверной легкостью даст бой совершенно любому другому существу в лесу. Кстати, за еду гориллам драться не придется, ведь они питаются растительной пищей. Из употребляемых растений можно выделить дикий сельдерей, крапиву, а также побеги бамбука. Орешки для горилл выступают в роли приятного дополнения. А еще из необычной еды эти существа обожают разбавлять свой рацион чем-то очень странным, но, как показывает практика, одновременно и полезным. Так, например, они едят глину, компенсируя тем самым недостаток солей в пище. Пить гориллам почти не приходится, сочная зелень и без того содержит достаточно влаги. Водоемов и вообще воды они по возможности избегают, а дождь эти приматы недолюбливают. Поэтому, если вдруг кто-то захочет понравиться этим обезьянкам, подарите им зонтик, они оценят. Все же столь сильный и могущественный друг никогда не будет личным. Каждый раз, когда я говорю про драки в дикой природе, у меня в голове почему-то всплывает картинка опасных и крупных кошек. Львов, тигров, тех же леопардов. Последний, кстати, как раз и изображен на этом видео. Только он тут пока еще совсем юный. Смотрю я на него и даже представить не могу, что через некоторое время этот безобидный и беззащитный милашка превратится вот в такую крупную и невероятно ловкую кошку. Ее образ жизни, кстати, до сих пор довольно слабо изучен, так как зверь избегает жадного взора человека. Однако тут и знать особо ничего не нужно, чтобы понять, что перед нами хищник. Его добычей становятся кабаны, мелкие копытные, обезьяны, рептилии и даже птицы, которых он может ловить и на деревьях, и на земле. В ловкости нашему гостю мало равных. Кошка настолько сильно прокачала этот атрибут, что теперь она умеет лазать по деревьям, даже вниз головой. А вот этим детенышам учиться таким акробатическим трюкам не нужно. Во-первых, они еще слишком маленькие. Вы просто посмотрите, какие они сладкие и хорошенькие. Ну а во-вторых, если мама говорит, что не нужно, значит так оно и есть. Не просто же так львиц считают одними из самых заботливых матерей на свете. Они так переживают о своем детеныше, что на время его воспитания и рождения могут даже покинуть родной прайд. А прайд для этих кошек святое. Невероятно, кстати, что происходит с самками и их детенышами на этом видео. Вполне вероятно, что две матери объединились и воспитывают малышей вдали от грозных и мощных самцов. Ну а если вам трудно представить, насколько самцы сильные, то просто посмотрите на этот короткий видеоролик. От рева этой кошки, от ее величественной гривы и сурового взгляда, кровь стынет в жилах. Все-таки не зря львов считают царями зверей, согласны? Скажу честно, то, что я увидел на следующем видео, меня просто шокировало. Оказывается, крокодилы могут быть вот такими маленькими. Со слов автора этого видео, он увидел маленькую рептилию на улице совершенно одну. Она находилась далеко от воды, далеко от песка. В общем, там, где ее совершенно точно не могли оставить родители. А значит, с мамой этой крохи что-то случилось. Нетрудно догадаться, что выжить в одиночестве столь маленький нильский крокодил никак не мог. Он еще слишком слаб и беззащитен. По сути, это бесплатный перекус для любого более-менее крупного хищника. К счастью для детеныша, он повстречал не врага, а доброго человека. Того, кто не побоялся забрать рептилию с собой. Вот только я не уверен, что оставлять крокодила дома – это хорошая идея. Пока он маленький, проблем не будет. Но как только это существо подрастет, мне кажется, что в четырех стенах ему станет слегка тесно. Все-таки это самый большой из трех видов крокодилов, обитающих в Африке, и второй по величине в мире после грибнистого крокодила. Взрослые особи этого вида настолько суровые и бескомпромиссные, что они запросто могут справиться с такими крупными и сильными зверями, как носорог, бегемот, жираф, буйвол, антилопа и лев. Кроме того, благодаря району питания, размерам и силе, нильский крокодил печально известен как людоед. Это, как вы понимаете, еще один звоночек нашему спасителю на тему того, что лучше все-таки сдать присмыкающиеся в национальный банк. Когда детеныши находятся рядом со своими родителями, они, как правило, чувствуют себя неприкосновенными. Как бы они ни игрались с окружающими, что бы ни делали, мама с папой всегда решат вопрос. Причем данное правило распространяется не только на людей, но и на слонов. Даже в большей степени. Ведь на самом деле, кто осмелится наругать этого кроху? Он может хоть еще раз взять и разогнаться в сторону туристов. Сделать так, чтобы они перестали снимать его и его семью. Ну а если кто-то рискнет возразить, то сразу же познакомится с неподъемной силой взрослых африканских слонов. Их разбег будет выглядеть уже куда более страшно и опасно. Причем остановить его своими собственными силами ни у кого не выйдет. Главный герой следующего видео с легкостью помещается на руках у работников Центра безопасности животных. Добрые люди кормят эту маленькую панду из бутылочки, заботятся о том, чтобы она крепко спала и случайно не свалилась во время этого процесса. Кажется, что такой милой она будет всегда и без человека ей не обойтись. Но потом мы смотрим на взрослую версию черно-белой красотки и всем все становится ясно. Дайте ей плантацию бамбука и убирайтесь подальше. Помощь больше не нужна. Как вы думаете, сколько весят эти маленькие африканские страусы? Лично я смотрю видео, понимаю, что их лапки почти не издают звука во время бега и думаю, что они невесомые. В принципе, все почти так и есть. Скорее всего, этим малышам около месяца, и их вес не превышает 10 килограммов. При рождении, кстати, они весят в 10 раз меньше. Зато стоит им подрасти, как картинка тут же перевернется с ног на голову. Все-таки африканский страус – это самая крупная из современных птиц, высотой до 270 сантиметров и массой до 156 килограмм. Этот нелетающий гигант готов дать бой любому непрошенному гостю, даже несмотря на то, что он относится к птицам. Напуганными вы их сможете увидеть нечасто. Кстати, вы слышали о том, что от страха страусы прячут голову в песок? Так вот, это не совсем так. Зачастую при опасности страусы просто включают максимальную передачу и дают дёру. За этими длинноногими пернатами угнаться получается далеко не у каждого, да и видят врагов они за версту. Миф же, скорее всего, происходит от того факта, что самка страуса, сидящая на гнезде, в случае опасности распластывает по земле шею и голову, стремясь стать незаметной на фоне окружающей саванны. Но если её маскировку всё-таки рассекретят, она не будет прятаться и без раздумий перейдёт к плану B. Как выглядит беременность в дикой природе? Сколько она может длиться? И каких животных можно считать самыми заботливыми мамами? Далее вы узнаете самые интересные факты о беременности у разных животных. Тигр – хищное млекопитающее семейство кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек. Тигр – с древнегреческого означает «быстрый» или же «острый». В целом, ровно такой эта кошка и является. Она не станет церемониться, а сразу же нападёт на врага и не оставит ему шансов на спасение. Живут тигры обычно в одиночку, они не организуют прайды, как львы. В этом есть как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, тигр больше подвержен нападению других диких животных, и это не есть хорошо. С другой стороны, отшельнический образ жизни делает тигра готовым к любым трудностям. У него гораздо сильнее развито чувство опасности и охотничьи навыки. Кстати, а вы знали, что полосы у тигров абсолютно уникальны? Это как отпечатки пальцев у людей. Идентичных в мире банально не встречаются. Зато в чём тигры похожи, так это в манере своего поведения. Несмотря на то, что они живут поодиночке и охотятся тоже в основном одним, если выпадет случай и начнётся охота в группе ради пропитания семьи, тигры будут следовать всем моральным ценностям. Когда несколько самцов ловят одну крупную добычу, мужские особи практически всегда подождут, пока самки и их малыши поедят первыми, в отличие от львов, у которых это не принято. Тигры редко спорят или борются за добычу. Они просто спокойно дожидаются своей очереди. Вот так плавно мы и подошли к теме их семьи и размножения. Беременность у тигрицы длится приблизительно 105 дней и становится заметной лишь за 10 дней до родов. Будущий отец не оказывает беременной никакой помощи в поисках пищи и совершенно не заботится о её безопасности в этот тяжёлый для неё период. Но не переживайте, вы ведь уже знаете, что такое отношение к ней лишь временное. Мы этого не знаем, но, быть может, тигрица сама просит оставить её в покое. Ей нравится уединяться в высокой траве или в какой-нибудь пещере и спокойно дожидаться появления на свет маленького тигрёнка. За один раз, к слову, тигрица может родить от одного до шести детёнышей. В ожидании выхода детёнышей она либо сидит с одной поднятой вверх лапой, либо стоит на задних лапах, опираясь на что-либо одной из передних и надавливая другой на нижнюю часть живота до тех пор, пока не появится головка первого тигрёнка. После выхода наружу всех новорождённых, мамаша освобождает их от пуповины и тщательно вылизывает своим шершавым языком. Тигрята рождаются слепыми, поэтому за ними нужен глаз да глаз. Ближайшее время мать будет отдавать им всю себя. И это довольно скоро окупится. Не пройдёт и года, как те слепые крохи превратятся в устойчивых и довольно сильных кошек, весящих под 50 кило. Левы Левы – это своего рода противоположности тиграм. Они не гуляют по одному, отдавая предпочтение лишь выверенным схемам, которые проворачивают в целых прайдах. Львы населяют в основном саванны, но иногда могут перебираться в кустарниковую местность или лес. Прайд, в котором они путешествуют по саванне, обычно состоит из родственных самок, потомства и нескольких взрослых самцов. Самки охотятся вместе, в большинстве случаев на крупных копытных. Львы не охотятся на людей целенаправленно, но случаи людоедства всё же наблюдаются. Всё же не будем о грустном. Давайте перейдём к размножению царя зверей. Почти все самки готовы производить потомство уже в четырёхлетнем возрасте. И поэтому, как только у них наступает такой период, самцы начинают следовать за ними, проявляя себя на максимум. Они делают всё, чтобы самка их заметила и выбрала в пару. Когда партнёр выбран, начинается спаривание. Период беременности будет длиться около 15 недель. При родах львица отступает в укромную местность, такую как болото, пещера или горный холм. Ей, как и тигрице, ничья помощь не нужна. Она сама в состоянии отгрызть пуповину и высвободить детёныша. Опять же, подобно тиграм, новорождённые появляются на свет слепыми, но уже скоро они прозреют и начнут впитывать уроки жизни вместе с молоком матери. Частой практикой является совместная охота. Мать оставляет детёнышей в кустах и наглядно демонстрирует им, как стоит вести охоту. Когда цель повержена, она зовёт к ней своих малышей и даёт им попробовать добычу на вкус. Зебры Следующие наши гости обожают чёрно-белую окраску так сильно, как, наверное, никто другой. Зебры вырастают до полутора метров в холке и могут весить до трёхсот кило. Эти габариты сопоставимы с лошадьми, но зебры, в отличие от них, совершенно неприручаемы. Самостоятельность и независимость приходят к ним с самого детства. Они постоянно тусуются стадом, из-за чего ощущают себя сильными и непобедимыми. Если эти лошади заподозрили опасность, они быстро собираются в боевой круг. Внутри детёныши и старики, снаружи пышущие здоровьем зебры, готовые одолеть даже льва. Но не думайте, что зебры опасны, лишь находясь рядом с собратьями. Даже одинокая полосатка может дать прикурить опасным диким хищникам. В её арсенале клыки и копыта. Так, с копытами всё понятно. Один удар и черепушка короля Саванны пробита, но клыки... Что ж, несмотря на всю свою травоядность, наши полосатые друзья действительно не обделены оружием хищников. Я вам даже больше скажу. Их укус будет на уровне с львиным. Таким жевательным мышцам позавидует самый заядлый мясояд. Поэтому единственных, кого зебры по-настоящему боятся, так это своих же собратьев. Охрана самок и своего стада от чужих самцов – вот главная задача в их жизни. Тем более за самками нужен постоянный уход. Их беременность – одна из самых длительных в природе и может продолжаться вплоть до 13 месяцев. Во время беременности у зебр происходят большие изменения в организме. Зебра увеличивается в размерах и нуждается в большом количестве пищи и воды. Кроме того, зебры могут стать более агрессивными, защищая своих малышей. После окончания беременности зебры рождают одного детёныша. Он тут же начинает пить молоко матери и через день-два становится подвижным. Слоны. Слоны – это самые крупные наземные животные на Земле. Обитают они в Юго-Восточной Азии и в Африке в тропических лесах и саваннах. Самыми крупными являются африканские саванные слоны, чья масса может превышать 6 тонн. Из интересного. У слонов на ногах есть специальные жировые подушки. Каждый раз, когда слон опускает ногу, она расплющивается и увеличивает его площадь опоры. Кроме хобота, о котором и так все знают, у слонов есть бивни. Обычно их либо два, либо нет совсем. Благодаря им эти здоровяки обдирают кору с деревьев и рыхлят землю в поисках соли, а также наносят раны хищникам. Я назвал слонов здоровяками и был полностью в этом прав. Вместе с этим они еще и довольно неуклюжие. Отбиваться от мух и опасных паразитов им явно неудобно. Но они все же нашли эффективный метод. Слоны часто обливаются грязью, считая это прекрасным решением проблем. Поскольку они живут группами, это не выглядит странно и является нормой для всех в их кругах. Слоны – социальные животные, и обычно они образуют группы из самок и детенышей, возглавляемых старой и опытной самкой. Самцы же тусуются отдельно и присоединяются лишь тогда, когда в другой группе будет хотя бы одна самка, готовая к зачатию. Беременность у слонов – самая продолжительная среди млекопитающих. Она длится до 22 месяцев, несмотря на то, что в большинстве случаев детеныш полностью развит уже к 19 месяцам. Все остальное время он просто увеличивается в размерах вплоть до 100 килограммов и высоты под метр. Также с рождения у слоненка будут бивни длиной около 5 сантиметров, которые выпадут к двум годам. Белки Думаю, что со мной никто не будет спорить, если я скажу, что белки – одни из самых очаровательных созданий в дикой природе. Несмотря на то, что они не являются какими-то чрезвычайно редкими, от одного взгляда на них замирает сердце. Говорить о них можно много, но я бы хотел уделить особое внимание именно процессу беременности. Белки – существа умные, поэтому они готовятся к рождению детеныша еще с зимы, хоть все это произойдет лишь в марте. Их дупло застилается небольшими веточками и сухой травой. Во время родов им важно удобно лежать, а также быть сытыми. Все-таки откуда-то нужно брать энергию на постоянные перевороты от боли. Зато результат определенно будет стоить всех этих страданий. На свет появится от 3 до 10 бельчат. Белка довольно быстро восстановится и начнет ухаживать за ними не хуже, чем за своими любимыми орешками. Такое поведение у нее будет как минимум ближайшие 50 дней. Именно столько времени детенышам нужно на то, чтобы окрепнуть. Гориллы – это те самые ребята, о которых человек знает очень много. Как ни крути, их постоянно сравнивают с нами, строят разные теории и так далее. Одна из самых интересных тем, к слову, это тема их размножения. Вы вот знали, что те гориллы, которые находятся в неволе, достигают половой зрелости раньше, чем те, которые находятся в дикой природе? В случае последнего самки будут готовы к спариванию, когда им исполнится 10 лет, А в случае самцов это событие происходит через 3 года, когда им исполнится 13. Вдобавок к этому, в отличие от других животных, у горилл нет сезона спаривания. Это может произойти в любое время года. Все эти знания гориллы получают от матери, с которой живут к 11 лет. Лишь по достижении полной зрелости они покидают ее уютный дом и уходят в другую стаю, организуют свою или становятся одиночками. В любом случае, уже скоро горилла начнет искать себе пару. Самцы горилл соревнуются за внимание самок, часто демонстрируя силу и агрессию, чтобы доказать свое превосходство. Как только самец принят самкой, они участвуют в коротком ритуале спаривания, который может длиться от 30 секунд до 3 минут. После зачатия беременность будет длиться до 9 месяцев, прямо как у людей. У самки гориллы физические признаки беременности начинают проявляться примерно на пятом месяце, включая вздутие живота и увеличенные соски. К тому моменту у нее уже будет свое гнездышко для новорожденного, которое она постоянно будет обустраивать и готовить к появлению малыша на свет. Гориллы обычно рожают по одному детенышу за раз, хотя в редких случаях сообщалось и о близнецах. Опять-таки, подобно людям, у горилл самок меняется поведение, увеличивается аппетит и повышается раздражительность. А когда ее живот станет достаточно большим, она начнет избегать контакта с собратьями, чтобы те случайно ей никак не навредили. Отличить этих животных от остальных не составит труда. Рога на носу есть, скажем так, далеко не у всех. Передний рог растет на носовой кости, задний, если присутствует, на лобовой части черепа. Несмотря на твердость, рога состоят не из костной ткани, а из сосредоточенного кератина, белка которой присутствует в волосах и ногтях. Эта штука невероятно ценна для любого браконьера, поэтому охота на носорогов происходит постоянно. Живут эти создания поодиночке, однако в саваннах могут объединяться в целые группы. Зато когда дело дойдет до спаривания, тут между самцами могут возникнуть серьезные поединки. Постоянные битвы за самок – это у них норма. Массивные ребята с короткими и толстыми ногами будут до последнего отстаивать свое право на спаривание. С другой стороны, оно и понятно, ведь кто знает, когда такой шанс выпадет вновь. Как ни крути, беременность у носорогов одна из самых длительных длится примерно 16 месяцев. Это связано с тем, что у носорогов очень медленный метаболизм, а также с тем, что они вынашивают крупных по размеру детенышей. Во время беременности самка носорога должна получать много питательных веществ, чтобы обеспечить здоровый рост и развитие плода. Когда детеныш родится, самка будет заботиться о нем еще несколько лет. Подобно самому лучшему гиду, она будет водить его по Африке, показывать опасные и безопасные места, а также обучать тонкостям добычи еды. А сейчас я расскажу вам о самых больших домашних животных. Ульрих. У многих людей есть персональные тренеры, которые следят за их здоровьем и весом и не дают потерять форму. Интересно, что у некоторых животных они тоже есть. Например, у Ульриха. Этот кот из Великобритании – один из самых гигантских в мире. Его вес поражает. Гигант весит около 13,5 кило. Это кот породы норвежская лесная. Вообще, эти животные крупные в принципе. Многие кошки этой породы весят 7 кило, а масса котов доходит до 8-9, но вес более 13 килограммов – это что-то новенькое. Ульрих стал таким из-за собственной лени, а также привычки воровать еду, которую оставляют без присмотра. Все дошло до того, что гигантского Ульриха посадили на диету, чтобы поспособствовать его здоровью, но она не особо помогла. За целый год кот сбросил всего полкило. Тогда хозяйка Ульриха завела щенка Денниса, чтобы тот гонял обжору и заставлял его худеть. Как итог, за три месяца Ульрих сбросил целый килограмм. Деннис помогает Ульриху прийти в форму, а главное, что они оба стали друзьями. Не отстает от Ульриха и Кефир – один из крупнейших котов планеты прямо сейчас. Этот мейн-кун весом 12,5 кило прославился в интернете не так давно. Иначе и быть не могло, просто посмотрите, какой он огромный. Кефир привлекает к себе внимание незамедлительно. Его даже трудно назвать домашним котом. Он больше похож на дикую кошку, которая вот-вот расправится с какой-нибудь серьезной добычей. Но пока добыча кефира – это молоко и мясо. Этих продуктов в рационе гиганта очень много, потому что он не особо любит обычный кошачий корм. Хозяйка кефира считает, что именно из-за такой диеты мейн-кун достиг таких впечатляющих размеров. Ну и из-за того, что он, собственно, мейн-кун. Ни для кого не секрет, какие крупные создания встречаются среди кошек этой породы. Не исключено, кстати, что кефир уже в ближайшее время станет официальным мировым рекордсменом. Но пока этот титул удерживает другой пушистик. Вот и он. Это тоже мейн-кун, и его зовут Баривель. Он живет в Италии. В 2019 году Баривель, которому на тот момент было два года, официально получил статус самой крупной кошки в мире. А точнее, самой длинной. Его длина составляет 120 сантиметров. Для сравнения, длина среднестатистического домашнего кота примерно вдвое меньше. Хозяева Баривеля говорят, что предпосылки к невероятным габаритам кота были с его детства. Еще котенком Баривель отличался внушительными размерами. Хозяева были уверены, что он станет гигантским, и даже предполагали, что Баривель попадет в книгу рекордов Гиннесса. Так и произошло. Несмотря на то, что Баривель гигантский, да еще и взгляд у него очень суровый, он на самом деле очень застенчивый и безобидный. Он ни с кем не дерется, а просто мирно ест рыбу, курицу и печенье, а также обожает гулять в коляске, шокируя прохожих. Гигантские коты по-настоящему впечатляют. Но, как по мне, рекордсмены среди собак впечатляют и поражают еще сильнее. Взглянем мы на них. Первый на очереди – действующий рекордсмен по кличке Зевс. В прошлом году он попал в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий пес в мире. Зевс одновременно очень длинный и нереально высокий. Даже когда он стоит на четырех лапах, то достает человеку до пояса, а иногда даже до груди, ведь в таком положении его рост превышает метр. Но куда эпичнее, когда Зевс поднимается на задние лапы. В этом случае его рост увеличивается до 230 сантиметров. Кажется, что это даже не настоящий пес, а какой-то мутант или злобный хищник из какого-нибудь фантастического фильма. Но на самом деле все абсолютно реально. Просто Зевс – пес породы немецкий док, представители которой часто выделяются своими феноменальными габаритами. Эти собаки, может, и не рекордно тяжелые, но вот в плане длины и высоты им очень трудно найти равных. По этой причине именно немецкие доги регулярно конкурируют друг с другом за звание самых длинных и высоких собак планеты. Еще один гигант, которого стоит заценить – это Фредди из Великобритании. К сожалению, его уже нет в живых. Однако в свое время он успел ошарашить очень многих. Кстати, до Зевса именно Фредди считался самым большим псом планеты. Его рост на четырех лапах составлял 103,5 сантиметра, а на задних лапах рост Фредди увеличивался до 227 сантиметров. Забавно, что в помете Фредди был самым маленьким среди всех своих собратьев. Более того, он плохо питался молоком своей матери, поэтому людям пришлось забрать его раньше обычного. Детство прошло у него не так, как у многих других собак. Но это не помешало ему вымахать до таких рекордных размеров. Прокормить гиганта было очень непросто. В неделю хозяева тратили по 100 фунтов стерлингов на одного лишь Фредди. Нелегко содержать у себя такого гиганта. Но, кстати, при всех своих габаритах, Фредди был спокойным, дружелюбным и чутким псом с большим сердцем. Единственный минус был в том, что он очень любил грызть диван. А теперь я расскажу вам, как выращивают самых гигантских животных на ферме. Удивительная ферма Мягко говоря, удивляет. Здесь видно фермера у одного гигантского автоматического трактора, на котором перевозятся 8 гигантских быков. Да даже если этот снимок фейковым, вам все равно стоило на него взглянуть. Ведь по сути он иллюстрирует то, к чему движется мир. Все идет к полной автоматизации. К тому, что человек будет просто ходить вокруг и любоваться природной красотой. А машины в этот момент будут все контролировать и выполнять его приказы. Как вы думаете, это скорее хорошо или плохо? Ведь несмотря на освобождение от дел, многие люди все равно не видят в этом ничего положительного. По их мнению, отстранив себя от ручного труда, через некоторое время люди полностью утратят свои навыки и окажутся чуть ли не беспомощными в отсутствии технологий. Но да ладно, предлагаю не говорить о грустном и сразу же взглянуть на одно из замечательных животных, выращиваемых на фермах. Речь идет про гаура, крупнейшего представителя рода настоящих быков. Длина тела этого красавчика может превышать 3 метра, а высота в плечах доходит до 2 и 3 метров. Весит же бык вплоть до 2 тонн. С рождения эти быки привыкли активничать под дневным солнцем, однако если они живут близ городских поселений, то их активные часы перестраиваются и перемещаются ближе к вечеру. В это время они спокойно питаются травами и листвой. Вероятно, для хорошего роста и стабильной нервной системы им необходимо минимизировать стресс, получаемый от контакта с людьми. Вот они и ведут ночной образ жизни. И вы знаете, им этого вполне хватает. Ведь в таких условиях они по минимуму взаимодействуют с людьми, питаются травкой и заправляют это все грязью, из которой получают соли, минералы и микроэлементы. Мало того, что гаур атлет, так он еще и скалолаз. Стада быков уходят в высокогорные джунгли Индии, Пакистана, Непала и других азиатских стран, поднимаясь на высоту до 2,5 километров над уровнем моря. А знаете, кто в таком случае сопровождает целое стадо быков? Нет, не фермер и даже не альфа-самец, а самая настоящая самочка. Она охраняется родичей от нападений, ведет их к плодородным землям и следит за молодняком. В общем, играет роль матери для всех своих собратьев одновременно. Мощные самцы же предпочитают жить отдельно, без чего-либо присмотра. К дамской команде они присоединяются лишь когда наступает пора спаривания. Как вы понимаете, исходя из всего этого, это не самое простое животное для одомашнивания. Оно не любит людей и требует огромное количество зелени с грязью. Если убрать из жизни быка хотя бы один из этих пунктов, его размеры и силы сильно сократятся. А это точно не то, чего хочется фермерам. Именно поэтому многие фермеры отдают предпочтение не гаурам, а бельгийским голубым. По сути, они тоже очень крупные и сильные быки, вот только их секрет размеров заключается в другом. А еще они не такие агрессивные по отношению к людям. Этот мистер Олимпия весит до 1300 кило, причем из них 80% уходит на вес чистых мускулов. Глядя на эту машину, и не скажешь, что первоначально из нее пытались вылепить молочную породу. И все из-за того, что в какой-то момент коровий организм решил нарушить ход идущего эксперимента. У бельгийской голубой сломался ген, отвечающий за рост мышц, который называется миостанин. Он работает по следующему принципу. Чем выше его концентрация в крови, тем меньше у тельца желания наращивать столь вожделенное мясо. А теперь подумайте, что будет, если миостанина в теле быка не окажется вовсе? Правильно, мышцы начнут расти так, будто ты тренируешься под руководством главного бодибилдера планеты. Конечно, в то же время ты требуешь круглосуточный доступ к столу с едой, но это определенно того стоит, потому что на выходе у фермеров получаются вот такие гигантские быки, в существование которых трудно поверить. Но не думайте, что на этом все особенности их выращивания заканчиваются. Это, к сожалению, не так. Вместе с тем, что буренка супер накачана, у нее отсутствует прослойка жира, а значит, она легко замерзнет при хотя бы немного прохладной погоде. Тут возникает еще одна сложность ее выращивания в лице постоянной слежки за температурой в помещении и вне его. А еще мускулистые бедра сдавливают женские и мужские половые органы. В результате они периодически воспаляются, что приводит к тому, что процент выкидышей у породы куда выше нормы. А на этом все. Напишите в комментариях, чья трансформация показалась вам самой удивительной, а больше пользы ищите в других наших видео.